Это препарат героинового варианта, синдром зависимости, гораздо сильнее, чем у героина. Это правильно, да. Но есть другие люди, представляющие, с моей точки зрения, определенные политические силы, которые не забыли и не забудут эту идею. А что же за политические силы такие? На Западе накоплено огромное количество метадона, которые лежат без действия. То есть некуда деть, он везде запрещен. Надо реализовать в России такой огромный рынок. Порядка 6 миллионов наркозависимых. Это огромные, это бешеные деньги. Отец Анатолий, в свое время не кто-то. Союз правых сил. Заместитель, как помню, руководителя фракции Союза правых сил в Государственной Думе. Господин Баранников, даже фамилию помню Баранников. Мы показывали это в 2003 году, в моменте истины. Он не просто выступал за легализацию метадоновой программы в нашей стране. Баранников предложил разрешить каждому гражданину, фактически каждому гражданину, разрешить наркоману от ненаркомана, как его отличишь на улице, разрешить каждому гражданину Российской Федерации всегда иметь при себе в кармане 2-3 грамма героина. Что такое 2 грамма героина для наркомана? Это от 1 до 3 доз. За это количество вы не предлагаете? Тюрьму сажать нельзя за это. Если он хранит для личного употребления, продал 2 дозы своему приятелю по несчастью, чтобы заработать себе на очередной укол. Человека, который употребляет героин, невозможно заставить адекватно воспринимать происходящее вокруг него событие. Если есть желание вырваться из этого круга, ему нужно предоставить такой метод, как заместительная терапия. Им предлагают перейти на другой вид наркотика, на метадон. Метадон – это наркотик. Это никто не скрывает. Так же, как и многие лекарства, которые употребляются в медицине, это тоже наркотики. Но если человек перестает принимать героин и начинает употреблять метадон, то постепенно, в течение месяцев, он становится полноценным членом общества. Я могу сказать вам следующее, что господин Баранников лоббировал не только метадон, он лоббировал и легализацию проституции, как вы помните. Он искренне заблуждал суд от Баранникова вместе с Союзом правых сил в очередной раз. Баранников конкретно, действительно, вместе с Вульфом, они лоббировали эти все программы. Вульф – это тоже был депутат, тоже Союз правых сил, но еще он работает в Министерстве культуры. Да, к сожалению великому. Это была чистая позиция господ Баранникова и Вульфа. Да бог с ними, с Баранникова, с Вульфом. Да, они выскочили как сумасшедшую на сцену, стали говорить, да она вечно с нами спорит. Мать России – это колоссальный рынок сбыта. И, конечно, когда то, что сегодня предлагается очень многими некоммерческими организациями международными, формирование различных пунктов бесплатных по раздаче метадона, это как бы вот совершенно очевидный факт. То есть вы хотите сказать, если я правильно понимаю, что сама дискуссия о метадоне, ну это то же самое, что сегодня делать дискуссию о фашизме. За и против, да? Вы знаете, эти ребята, они не гнушаются ничем. Я вот наблюдаю, они пытаются использовать любой шанс для того, чтобы продвинуть метадон. И Бакерия, Бакерия действительно мировой ученый, и они решили под его именем это дело протащить. У нас в стране реализуется программа «Глобус». Это программа «Глобус», консорциум такой, из пяти международных фондов. В частности, фонд «Восток-Запад». Два из этих фонда, в общем-то, фактически, это дочки фонда «Сороса», который, как известно, выступает за легализацию наркотиков. И вот в этой заявке, как раз, которая подана в «Глобальный фонд», написано о том, что необходимо проводить программы замены шприцев и программы заместительной терапии. Речь опять идет о метадонии. Время глупостей закончено. Это политическая акция, направленная на подрыв России, на уничтожение России. Но если каждый из нас может иметь право носить при себе два-три грамма героина, этого именно они и добивались. Я считаю, что это специальная политика была, Союза правых сил. Я на секунду остановлю отца Анатолия, чтобы показать, как это бывает в нашей жизни. У парня героиновая ломка. Рядом с ним женщина. Только не надо думать, что это женщина из Союза правых сил, я этого не знаю. Хотя это их съемка. Да крутит ноги вообще. Сейчас на ваших глазах вместо одного наркотика, вместо героина, она даст ему другую таблетку. Метадон, другой наркотик. Спина. Метадон не снимает, а как бы отодвигает ломку. Таково действие этого наркотика. Но через несколько часов таблетка метадона потребуется снова. И так будет продолжаться еще два-три года, не больше. Два-три года. Пока парень не умрет. Ну давай, говори сам. Что ты? Да храново, что? В кистях и спину вообще. Метадон, по сравнению с героином, действует мягче, но приятнее. Приятнее его действия. Поэтому быстрее и сильнее подсаживаются на метадон и становятся зависимыми. У меня было много таких больных. И ведь надо сказать, что метадон дороже героина. Цена на героин в больших городах растет. То есть определенный дефицит героина действительно есть. Это, кстати, заслуга наркоконтроля. Я это хорошо ощутил. Меньше и становится препаратом. Есть города, где героин практически невозможно достать. То есть дефицит героина возник, и он растет в цене. И он растет в цене. Значит, 100 долларов – это грант? От 2 до 2,5 тысячи рублей. А ведь все-таки на метадон подсаживается все больше и больше и больше. Метадон, как известно, поступает к нам из Европы. Где его уже накопилось большое количество. Знаете, если мы сегодня еще можем об этом говорить, и нас поддерживают очень многие специалисты, то, наверное, все-таки пока мы сильнее. Вы так неуверенно сказали. Нас не просто специалисты поддерживают. Это госнаркоконтроль. Все прекрасно понимают, ребята. Наши. Но я поражаюсь наглостью. Сайт в Татарии у профессора – сайт. Пропаганда метадора. Пропаганда героина. Давайте называть вещи своими именами. Пропаганда героина. Это примерно одно и то же. Да, и при этом, когда я задаю вопрос, а почему вы так настаиваете на метадоновой программе? Ведь у нас есть наша российская программа введения при помощи налрексона. Налрексон – это как раз блокатор опятных рецепторов. Почему вы не говорите о нем? Это наш отечественный препарат. Безвредный. Да, самое удивительное то, что, я не буду называть эту организацию, она активно очень работает с политической элитой. И вот она очень многих наших депутатов возила в эти клиники. Один из них выступал недавно на сцене в Государственной Думе. Говорит, вот я раньше тоже был против метадона. Вот меня отвезли сейчас в клинику. Я посмотрела, какой замечательный результат. Ребята работают очень хорошо. Они обрабатывают всех. Кого-то они обрабатывают убеждения. А кому-то просто платят. Ну, по-другому я этого не понимаю. Как вот, если человеку говоришь чёрное, он говорит белое. Если, говоришь, ну так же, понимаете, это как разговор глухого с ними. Мне кажется, что это не разговор слепого с глухим, потому что разговор слепого с глухим – это такая метафора, в которой у одного есть одна информация, у другого другая. Он глухой, он всё видит, но ничего не слышит. А слепой он всё слышит, но ничего не видит. И когда нам предлагается принять вот такие правила игры, что, знаете, у нас одна информация, у вас другая, то нас хотят уравнять с теми, кто пропагандирует истребление нации. Мы не хотим уравниваться, мы не понимаем, какая-то у них есть такая информация, которой у нас нет. Я не хочу много потом это. Лёгкие эти там, будешь как рахит ходить. А ты когда начал? Да вот, может, месяца два назад. А почему вдруг решил? Да, я просто друзья, поэтому видел друзей, попробовал. И понравилось, да? Не понравилось, не так. Ну, а если не понравилось, зачем тогда? Не знаю. Была плохая советская жизнь или нет, но была детская комната милиции, да? Она как-то держалась до армии. Ну, невозможно же всё время показывать эти ужасы в армии и не сказать, что армия – это слепок общества. Что если все эти пацаны приходят уже фактически из зоны в армию, с улицы, они уже приходят в неё полукриминализованными людьми. Это не всё хорошего. Бодрость. Ну, лёгкое состояние такое. Ну, вот такое вот видо хорошо, если ты после работы приходишь, устаешь, и полупайки себе в одна, так просто. Ну, тебе просто снимается всё, усталость, всё. А чтоб кайфовать, так вообще, так конкретно, чтоб пару чеков себе, чтоб такое… Вот такое. А так просто, знаешь, легко, и всё. И когда вот расстроились, опанельничают, там тоже снимают. Всё напряжённо. Мы знаем, что происходит. Наркотический взрыв. Что если этот взрыв не сдержать любыми средствами, пусть даже самыми беспощадными, то весь актив страны окажется под иглой. И что тогда можно будет поставить крест на любых идеях существования России в 21 веке? Сергей, тут, мне кажется, самое главное – никого не подозревать. Мы действительно несколько раз звонили Леонидовичу Бакерии. Он занят, он, надеюсь, придёт после нашего сегодняшнего эфира в программу. Тут одну идею проталкивали безумно, похожую на метадоновую программу, так в афишке было написано, что в разговоре участвует и Третьяк, и ещё кто-то, и ещё кто-то. Зачастую происходят довольно интересные вещи, когда организуется какая-то конференция. Вот недавно была конференция по риталину – препарат, у которой в Америке использовался и сейчас запрещён для детей с девиантным поведением. Вот они сейчас устраивали конференцию. На сайте было написано, фонд «Внимание», опять же, зарубежный фонд, что вот туда приглашена Илла Панфилова, Владислав Третьяк, другие уважаемые люди. Когда с ними связались, они знать не знают, что они туда приглашены, оказывается, и не собирались в этом даже участвуют. Здесь же наоборот, когда присутствуют люди, возникает ощущение некой серьёзной научной дискуссии. О чём дискуссии? Вот, а это самое главное. О чём дискуссии? Это первое. И второе, ну есть просто мелкие проходимцы, но наркокартели – это не мелкие проходимцы. Вот когда-то я смотрел у вас сюжет, где какие-то ребята сумели собрать бабки с губернаторов. Да, предложили вам встречу с Грефом. Виде живого Грефа, да. Но это действительно черта российской патологизированной действительности, где за возможность две минуты поговорить с чиновниками можно и 10 тысяч долларов дать, а можно и тысячу. Почему в стране столько предателей оказалось? Сначала воспитывались на папке Корчагни, а потом сказали, что отцы – это идиоты или мерзавцы. То кем могут быть дети? Вот как вы отделите семью от страны? Вот Блок говорил, коротенький обрывок рода, два-три звена. Можно я буду отделять не семью, а ситуацию от страны? Мария Элл, три парня, 15-16 лет. Милиция подозревает их в хищении кроликов. Три следователя в местной милиции, Сернурский РОВД, делает нечего. Три следователя ведут дело о пропаже кроликов. После допроса в милиции три парня. Сначала повесились двое, потом третий. Третий успел снять их из петли, повесился сам. Их обвинили в краже кроликов. И он тут ничего не сказал, ничего. И 9-го снова должны были идти на допрос. Вместо допроса они в ночь с 8-го на 9-го повесились все трое в сарай у одного из друзей. Овка, у Романа о Володе. 15 лет было. 15 лет. Вы знали о том, что их вызывали на допрос в милицию? Ничего даже не знала. Пришел, не крал, говорит. Таскали меня. Милицию? Да, милицию. Угрожали, он говорит? Угрожали. Книжки пил. По голове? Угу. А вот они повесились, это вот у вас во дворе в сарай? Да, да, да. В ваш сарай? Угу. Мы не могли представить, как можно из-за кроликов повеситься, лишиться, лишить себя жизни. Тем более у Артема столько было планов на лето. То есть о том, что уйти самовольно уйти из жизни? А что бы самовольно у него не было? Да, не было у него таких мыслей, самовольно уйти из жизни. Он еще, вот у нас перед этим за год примерно, повесился сосед и у младшего сына, друг, у него пятилетний, он еще, когда Данил говорил, вот, у Женьки папа повесился, он говорил, что вешаться нельзя, это как бы грех. Даже не думая об этом. Я не могу себе представить, если снять фильм об этом, никто не поверит. Вот, так сказать, чистый. Даже не стюра, гротеск. Так не бывает. Я не могу себе представить, каким должен был быть допрос в милиции, в местной деревне, чтобы три парня, здоровые ребята, дни городские, не хлюпики какие-то. Суицид очень зависит от общественной атмосферы. Деревня. Какая общественная атмосфера? Ну, какая общественная атмосфера? Я живу в этой деревне каждое лето. Я обожаю отдыхать в Костромской области. Трое ребятишек. Не один. Один, я еще понимаю, затравили, так сказать, косо смотрят. Трое. Есть экспертиза, психиатрическая экспертиза, что ребята нормальные, адекватные, вполне, как говорится, осознавали то, что они делают. Нигде на учетах они не состояли. Но, видимо, такая была большая травма от первого общения с сотрудниками милиции, что ребята просто-напросто испугались пойти и встретиться еще раз с сотрудниками милиции. В результате то, что произошло, то произошло. Колоссальное наращивание суицидальной тенденции. Будущего нет. Жизнь вот такова, как она есть. Как в деревне не может быть будущего? Здесь умер их дед наверняка. Их отец, так сказать, может быть, живый. Так считалось-то, что это вот труд для страны, что это крестьянский труд, что трудиться правильно. А теперь говорят, ты козел, зачем ты трудишься? Герой жизни вор. Если реклама, реклама, я еду, написано на рекламе, что только в БМВ последней модели вы можете ощутить себя настоящим мужчиной. То, значит, парень молодой, кровь с молоком, как вы говорите, он что может сделать? Либо сесть в это БМВ. Почему хлюпики такие? Хлюпики почему такие? Потому что внутри... Грех так говорить, но все-таки суицид, добровольный уход из жизни. Церковь к этому относится... Как к греху, да. Почему хлюпики такие? Русский может стоять, только если за его спиной правда. Вот он чувствует, что всем миром, он чувствует, что вот есть какая-то историческая правда. А если не чувствует, что всем миром? А если это не чувствует, то ход из жизни. Кому такая жизнь нужна? Возьми, пожалуйста. Сергей, я могу сказать, вот на самом деле сложный разговор, да. Если бы мне было сегодня не 47, а 18, наверное, я бы не вынес многого. Прежде всего не вынес, просто сломался бы. Ну, со страху, наверное, я согласен. Каких-то решений судов. Недавно. Это сейчас у нас редкий случай. Последний раз мы проиграли суд Евгению Олеговичу Адамову. Мы журналисты, момент действия. Проиграли. И Николай Дмитриевич Ковалев, генерал армии, бывший начальник ФСБ. Районные судья, правда, не сказав ни мне, ни Ковалеву ничего об этом суде, они его втихаря провели. Начнем с элементарного. С того, что меня даже никто в известность не поставил. Меня тоже. Что предстоит суд. Это втихаря сделали за нашими спинами. Специально, чтобы даже не узнали о факте суда. Районная судья посчитала в Москве, что она знает больше об Адамове, чем бывший начальник ФСБ страны, генерал армии. Молодая женщина. Через 10 дней Адамова арестовали в Швейцарии. Так совпало. Потом судья как-то пытался извиниться, там что-то такое по телефону говорил. Недавно я проиграл суд господину Боровому, Константину Боровому. Я и мой друг Саша Хинштейн, мы в суде не смогли доказать, в суде районной молодой женщине, очень обаятельная судья, что, как мы предполагаем, мы журналисты, и не только мы. Боровой 10 лет назад стрелял в самого себя в Ярославской области на дороге, чтобы поднять интерес к собственной персоне. 12 марта 1994 года, на 31-м километре, шоссе Кострома-Ярославль, около деревни Тутошино, на автомобильный конь, в котором двигался Боровой, было совершено якобы нападение. По версии, которую озвучил сам Константин Натанович Боровой, в тот момент, когда он двигался по шоссе, неизвестные злоумышленники открыли прицельный огонь по лобовому стеклу. Пули разбили стекло, и Константин Натанович резко затормозил, выскочил и убежал в сторону леса. Злодеи добили эту машину, после чего она взорвалась. В тот же день Боровой собирает специальную пресс-конференцию, на которой рассказывает о том, что это покушение, есть отместка ему за его принципиальную позицию, а также за то, что он ездит по регионам России по заданию президента Ельцина и собирает информацию об объективном положении дела на местах. На беду для злоумышленников в прокуратуре Росславской области было возбуждено уголовное дело. Оно досталось достаточно профессиональному следователю, уже ныне уволенному Леониду Лакаеву, который сумел разобраться в том, что случилось, и чтобы избежать какого-то субъективизма, а Боровой к тому времени уже успел стать депутатом Государственной Думы со всеми полагающимися привилегиями, так вот, для того, чтобы избежать какого-то субъективизма и возмездия со стороны Константина Натановича, это дело дважды направилось на проверку в Генеральную прокуратуру, а все экспертизы по делу выполнялись дважды, а то и трижды. По версии Константина Натановича, машина взорвалась после того, как бандиты ее расстреляли со всех сторон. Однако, в салоне машины был найден запал от боевой гранаты. Кроме того, по заключению взрывотехников, выстрелы производились по машине зажигательными пулями. Ну, а повторяю, наличие боевой гранаты, предусмотрительно брошенной злоумышленниками в салон, окончательно сделало свое дело. Константина Натанович в этот момент кричал, желая спасти людей, поскольку он большой гуманист, не подходите, сейчас взорвется. Он не знал, что машина не может взорваться, а может только сгореть. Ибо эти злоумышленники были настолько предусмотрительны, что еще и успели отвинтить крышку от бензобака и бросить ее на значительное расстояние. Сам он на следствие заявлял, что он побежал в Стримглав, потому что по нему стреляли. Зима, сугробы, он в черном пальто. Я проиграл суд, я не смог доказать в суде. Я сегодня, не имеющий решения суда, заранее, выполняя решение суда, опровергаю все, что мы говорили о Боровом в этой ситуации. Я и Саша Хенштейн. Вот я сейчас, уважая решение суда, выполнил их пожелания и принес свои извинения к Зуину Боровому. А вот теперь новая передача сегодняшняя. Мы сегодня связались, нашли все-таки тех следователей, которые вели дело о покушении на господина Борового. Ну, я его смотрел. Ну, там очевидно в этом деле, что Боровой, как мы предполагаем, сам в себя стрелял. Ну, для меня лично очевидно, что я инсценировал. Инсценировал, да? Скажем так, нападение. Вот. Да, в принципе, для меня лично очевидно. Понимаете, мы суд Боровому проиграли. Да вы что? Клянусь, обидно до смерти, понимаете? Доказать не смогли, потому что уголовное дело у вас в архиве, оно же осталось незавершенным. Вы же знаете, 1994 год, там как бы были определенные политические моменты, тогда Боровой тут имел отрез. Ну, закон-то для всех один, Алеша, ну как? Ну, у вас есть какая-то миссия, какая-то цель. Вы знаете, ради чего вы ходите в эфир. Я просто их живу. Вот я знаю, ради чего я живу. Но в этом смысле нам с вами разве не все равно, какое общественное мнение? Мы должны твердо понимать, что огромное количество людей в нашей стране не знает, зачем они живут. Какая справедливость, какое сострадание, какая солидарность. Значит, если всего этого нет, почему это надо называть нацией? Где эта нация? Какие святые имена для нее существуют? Какие ценности, какие символы? Одни эти среды – это рублевка лайф. Другая часть – это люди, которые не могут свести концы с концами. Одних завтра будут выкидывать из квартир. Другие заводят себе дома по 10-12 тысяч квадратных метров. Клуб Дзержинского, я не знаю, что это такое. Как это можно объединить? Чем? Ну и чего вы хотите? Свободы. Свободы от чего? От работы. Свободы для чего? Не знаю. Гулять, отдыхать. Когда не получается, что делать? Колодца. А не потому, что там кто-то из правых или из левых сил заработал какие-то свои копейки на этом. Я этого знать не хочу. Я их не запомню, эти правые силы. А вот то, что парень с собой кончает, как в Марийской республике, три милиционера от того, что им нечего было делать, прицепились к трём здоровенным парням и приписали, или там стали выяснять, не украли ли они кроликов, да? И те в петлю полезли. Нужно иметь такую пустоту в душе, и такое полное отсутствие какого-то не просто перспективы, а мысли о перспективе, чтобы вот так реагировать. Обе стороны хороши. И ребята, которые не выдерживают ничего. И милиционеры, что из этих ребят вербуется, эти же милиционеры. Это один народ. Видимо, такая была травма от первого общения с сотрудниками милиции, что ребят просто-напросто испугались пойти и встретиться ещё раз с сотрудниками милиции. То есть Сергей Кургинян абсолютно прав на самом деле. Российский человек чувствует силу только тогда, когда он понимает, что он прав. Я хочу спросить тебя, когда Союз правых сил, не вся партия, сразу скажем, Баранников, Вульф, мы это слышали, Баранников, пропагандировали методон, почему бы по рукам-то не ударили? Весь мир это понял. Но Союз правых сил. В чём вот я поражал, Баранников эти вещи под знаменем СПС говорил. Вот тогда вашей партии конец-то пришёл, на самом деле. Мы, вот я сейчас вспоминаю, этот вопрос... Обсуждали. Совершенно точно обсуждали. Про публичные дома Немцов сказал, что он против, про их легализацию. Мы официально сказали, ребята, это ваше личное дело, мы к этой проблеме... Что такое предательство, если не вот такого рода речи? Мы тогда, когда они пропагандировали методон, за одно только лето получили в Москве новых 20 тысяч методоновых наркоманов. Приятнее его действия, чем героина. Другой вопрос, где наши наркозависимые берут деньги на героин и на методон? Я думаю, что действительно тяжёлая история, но в рамках думских традиций я так и сделал. По зубам никто давать не собирался, но мы им сказали, ребята, это вот не надо наше светлое имя с этим смешивать. Нам давали какие-то расчёты... Как полезен методон? ...каких-то докторов-академиков о том, что методоновая терапия опробирована в разных странах. Что-то такое было. Ровно в то же время нас очень сильно разводили на борьбу с рекламой пива. И за этим, как потом выяснилось, стояли водочные товарищи. Я тогда почуял, что наверняка там примерно та же тема какая-то есть. Ну как, вот это известная история. Борис, мне кажется, что вот это вот конкуренция, так сказать, и академики лишь участвуют. Вот у профессора ещё расскажу, это сайт пропаганда методона в Казани. Точно, там был какой-то профессор. Должно быть уголовное дело. Вот что такое уже запредельная конкуренция. Сейчас в одном из городков на севере Мурманской области, на берегу моря, арестован вице-мэр. Его арестовали сотрудники ФСБ. Редкий случай, когда ФСБ арестовывают. Да ещё вице-мэров. Не за взятку, нет. Подготовка к совершению террористического акта. Арестован вице-мэр города. Это подготовка к совершению террористического акта. Экологическая катастрофа, которая могла привести, ну если не ко второму Чернобылю, но масштабы были бы ужасные. Всё засекречено. Мы связались с руководством Мурманской области. Сейчас мы услышим эти интервью по телефону. Но пока действительно вот всё засекречено. Удивительно, что когда ФСБшник действительно блестящую операцию проводит, взрыв мог быть очень страшным. Они всё всё равно секретят. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, город Заозёрск, вице-мэр Игорь Сенин. Что всё-таки там произошло? Вы знаете, достоверная информация может быть получена нами только из СМИ. Да, конечно. Но информации управление ФСБ по Мурманской области пока не даёт. Но вы знаете, я сам прошёл через службу ФСБ, поэтому я их в данном случае оправдываю. А почему? Знать-то хочется. Существует опасность повредить следствия. Да как уже все газеты? Но, наверное, ФСБ не шутит в таких случаях. И терроризм есть терроризм. Надо здесь поверить им, что они это сделали неспроста, а на основании достаточных сведений. И подождать немножко. Если лифты, каналы вертикальной мобильности, как называл Петерим Сорокин, это бандитизм, если общество наделено криминальными каналами вертикальной мобильности, убил – продвинулся, предал – продвинулся, негативный отбор. Если в обществе идёт негативный криминальный отбор, то в конечном итоге концентрация бандитов, убийц и насильников в элите нарастает. Отбор такой. Подготовка к взрыву судна нефтя налегнула. А всё-таки судна не терминала, я сказал терминала судна. Нет, судна. Как можно? Да, допустим, что это правда. На секунду есть все основания думать, что так оно и было. Подготовка к теракту. Это же родной порт, родное море. Десятки тонн нефти были бы в воде. Это страшная экологическая беда. И, как я понимаю, никуда бы этот Игорь Синин или его, быть может, родные. Никуда бы не делись. В России всё перевернулось в последние два десятилетия. Но своя земля, её нефтью заливать. Вице-мэр главный, вице-мэр. Ну да, да. Учитывая то, что происходит у нас, ничего не надо удивляться. Сегодня не идея, не патриотизм, а деньги. И конкурентная борьба. Вот конкуренты, да, понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Не за что. Вам удачи и хорошей передачи. Всего доброго, спасибо. До свидания. Конкуренты попросили судно Роснефти. Нормальный мурманский парень, да. Вот снять про это кино, ещё раз скажут. Это да. Ну, мало вероятно, что кто-то поверит. Скажут, что это же русские придумали. Власть. Ну, вообще, конечно, это катастрофа для страны, когда попасть во власть, а вице-мэр среднего города – это серьёзная власть, да? Закрытое территориальное образование, закрытое. Ну, тем более. Я могу сказать, что это, конечно, для страны большая трагедия, когда во власть попадают люди, которые в состоянии ради каких-то, как я понимаю, коммерческих каких-то интересов, поставить под угрозу. Ну, я так понимаю, что это жизнь людей. Судно взорвать. Методон – чистое предательство, взрывать нефть десятки тонн, да, в море – чистое предательство. Знаете, немножко другая история. Разная. Но суть одна – предательство национальных интересов у своей страны. Я думаю, что в данном случае они предают не национальный интерес, они предают интересы человечества, как существ, которые держатся за счёт морали и традиций. Подождём, чем закончится эта история. Я всё в связи с правых сил. Методонали – группа Летоту, которые под просто плакатом «Союз правых сил» были спонсорами. Девочки объявляют татушке конкурс в зале на лучший поцелуй. Ну что, девчонки, поехали? Замечательно! Ну, ребят! Рукова вас за счёт. Одна из этих девушек, я её, ну, с детства очень, она дочка моего одноклассника. Так просто так, что я их портрет. Вы поэтому не спонсировали? Союз правых сил. Союз неружимый татарат. У нас, как и в любой либеральной партии, могут быть люди почти с любыми взглядами на однополую любовь. Мы их специально не выгоняем. Могу только сказать, что я как человек, ну, и православный, и вполне традиционный, да, там, жена-дедя, всё такое, я очень плохо к этому отношусь. Ну, а что касается татушек, то просто я их воспринимаю как детей, потому что, ещё раз говорю, это просто, ну, как бы так вышло вот. Знаешь, итоги этого концерта в Красноярске, там была прямая трансляция, итоги. Восемь или девять инфарктов у родителей, и у бабушек особенно, вот этих вот детишек, они их узнавали. Камер же показывает всё. Четыре инсульта, два острых сердечных приступа и один труп. Проект Тату – это гениальный проект, просто гениальный. Они использовали не очень хорошо пахнущую тему, но это единственная российская группа, которая выпускает более чем семизначным числом диски по всему миру и продаётся за рубежом. В этом смысле Тату, вообще говоря, такое в культурном плане для страны явление, безусловно, позитивное. Так ведь всё же так. Это теперь шли русские ответы. Так ведь всё же у нас так. Обязательно тут же всё. И конкретно человек никогда ни в чём не виноват. Он так получился. Потому что идёт порча природы человека у нас. Это сверху донизу всё. Идёт русское вот это вот анархическое безвластье, которое само себя ждёт, что оно само себя смирит вот этой жуткой диктатурой. И изобретёт власть, которую можно ненавидеть и на которую сваливать всё. Вот проблема. А где там какие правые, какой повесили героин на сайте, я просто этих слов не знаю. И не хочу знать. Я вообще правых и левых не знаю. И знать не хочу. Я все эти словеса слушал 15 лет. Мне их заранее жалко было. И тех, и этих. Я чувствовал, что из них ничего не выйдет. Потому что кроме болтовни ничего. Но я не думал, что это так быстро произойдёт. Тату-позитивное явление. Вроде как весь мир оценил группу Тату. Зло и добро просто на глазах меняются местами. Вице-мэр, который, как мы предполагаем, хочет совершить террористический акт. Человек, который, как мы предполагаем, чтобы поднять интерес к собственной персоне, стреляет в самого себя. Так организовывает всё. Пойди докажи. В Мариэл нет уголовного дела против милиционеров, которые допрашивали пацанов. А пойди докажи, что допрос, возможно, был очень жестокий. Пойди докажи. Вот всё наоборот. Всё как бы наоборот. Отсутствует полноценное гражданское общество. Людям почему-то не нужны свои права. И то, что президент вызывает к тому, что нужно объединяться в общество. Почему людям не нужны свои собственные права? Разве история Александра Сычёва... Ну, не дошли мы ещё до этого. Разве история Александра Сычёва, тех издевательств над парнем-солдатом-курсантом в Челябинске, разве эта история не облетела всю Россию? Облетела. И я сегодня, сейчас расскажу историю не менее страшную, чем трагедия рядового Сычёва. Другой солдат. История совсем недавняя. Женя Коблов, Хабаровск. Точно так же, как Сашу Сычёва, старослужащие, деды избивали солдата Коблова в воинской части номер 34-091. Избили его до полусмерти. Когда он получил удар пряжкой по лву, он просто потерял сознание. Его, истекающего кровью, деды там в казарме бросили. И когда мальчишка пришёл в себя, он, истекая кровью, спрятался от дедов, старослужащих. Ползком в подвал собрался, там же в части, где потерял сознание. У него началась гонгарина ног. Саша, 23 дня. 23 дня. Рядового Коблова, вдруг пропавшего. Как мы, журналисты, предполагаем, в этой части никто не искал. Просто никто. Ну, обычно молотилка, драка началась. Толпой пошли на меня. Я как оказался, всё, загнали, прочее, мне говорят. Потом меня сознание потеряло, вроде бы, там, залез бы, и всё. А толпа, а кто это были в толпе? Ну, деды, в основном, армейские, так называемые. А эта драка, она один раз только была? Да нет, постоянно давили, чтобы мы ничего не потеряли. Естественно, дают они старший призыв, естественно, дают. А они сразу на место стоят, физически дают, и всё просто. Ну что, били или... Били, конечно. Естественно. Могли там несколько человек на одного сразу? Да. Ну, потому что, если, естественно, слабее меня дедушка, там, потом за него пойдут ещё больше. Именно тот случай, когда ты оказался в подвале? Да, она произошла почти ничего. Просто захотелось проразвлечься им, старшим призывом. Всё. И мы всё сняли, и менями, значит, втроём, что ли, там уже действуют. И всё вновь приходилось терпеть это всё. Ну, а в подвале как ты оказался? Три недели, более трёх недель провёл. Там где-то без сознания потерял. Ну, в подвале было отчасти, мне даже не искали в части никто ничего. И не докладывали, как выяснилось потом. Доложили только, когда меня вот нашли, то, что такой-то вот у вас вроде бы исчез, ну, потерялся где-то. И вот таким числом, когда меня нашли, сказали то, что вот мы его как-то нашли. Вроде бы никому ничего не было доложено, что меня вообще нету сейчас в части, в списках уродов. Далеко за утренним туманом, так далеко, что может лишь присниться. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А почему тебе было бессознание? Что-то у тебя болело вообще? Я знаю, я что-то прям сразу вот отключился и всё. А как ты там ел пилки? Ничего, я не очень не езжу. У меня бутылка вроде была полтора литра воды. Я воду один раз попил, что-то и всё потом. Что, за три недели? Да. Всё. Она не знала всех тайн и превратностей. Она не знала, что бывает в жизни подлость. Она считала, что для жизни хватит малости. Обращаю внимание большого друга, действительно, большого друга нашей программы, главного военного прокурора страны Александра Савинкова. Если бы не история с курсантом Сычёвым Александром Николаевичем Фелябинским, этого парня судили бы как дезертира. Его судили бы как дезертира. У нас есть все основания предполагать, что офицеры воинской части 34-091, патриоты России, сделали бы всё, чтобы замять этот скандал. Естественно, сделали бы всё, чтобы замять этот скандал, обвинив парня. Это проще всего. Обвинив самого парня в дезертирстве. По всякому случаю, его матери, Нина Васильевна, в военкомате было сказано именно так. Вы воспитали плохого сына, он сбежал из счастья, отморозил, где-то отморозил ноги. Он дезертир и находится при смерти. Как снег на голову свалилось на неё известие, что Евгений при смерти. Естественно, как любая мать, похватившись, она сразу же бежит куда. Кто призывал, кто перед призывом в армию клялся в любой помощи, она побежала в военкомат. В военкомате ей сказали, что её сын дезертир, что он несколько месяцев находился в бегах, что отморозил ноги, и поэтому ни на какую помощь она надеяться не может, потому что она воспитала плохого сына. Не добежать до дома ей сегодня, Не облизать волчат, свернувшихся в клубочек. На всём на свете светит власть Господня. Сознание потерял просто от истощения, что ли, я не знаю. Я приходил один раз, вроде бы, на минуту сознания. Ну вот была полная темнота, вообще ничего не было. Неизвестно с полный год. Парень потерял обе ноги, гангрена. И чудом, скажу ещё и ещё раз это, чудом избежал уголовного наказания. У нас ведь любят судить именно тех, кого бьют. Соболезнение может, не знаю, приносили. Так вот случилось. Промёрзло всё до дна, Одна душа светилась, И жаркий мозг Ей рисовал виденья, Но сердце треснуло, Упало И разбилось. В судьбе нет жалоб, И нет в судьбе прощения. То, что произошло с Сычёвым и Скобловым, Это действительно верхушка айсберга. Эта история, ваш анализ, вот так же потрясёт страну? Я думаю, что потрясёт. Я думаю, что, да, я думаю, что, Когда такие истории не будут потрясать, То тогда уже общества гражданского у нас нет. Претерпится. Или тоже можно уже и к этому привыкнуть? Претерпится страна, скажет, что он салака, Не слушал дедов, Начнут говорить, что вообще все так у нас. Я слышал такой ответ. Ну да как того, в армии-то сейчас призывают. И все сколько-нибудь образованные люди, Имеющие возможность, откупаются. А в армию идут или совершенно больные ребята, Или такой вообще уровень бессознательности. И там зверинец получается. Там получается обезьянник, Где особь чуть-чуть посильнее, Значит, топит всех, И это становится традицией. И без традиции они и того жить уже не могут. Потому что без этого куда деваться? Они вам объяснят потом, а чего же? А мы не знали, что у него гангрена. Хорошо ещё страна прислушалась и в ужас пришла. Парня убили фактически. А сколько таких парней было убито? Есть статистика? А что, страна сильно прислушивается? Страна деньги зарабатывает. Да ещё русские деньги зарабатывают с отвращением. А что такое деньги? Условные знаки. Условные знаки чего? За деньгами-то что, должно стоять или нет? Вот и стоит вот эта дедовщина. Армейцы. А потом кто-нибудь покажет, как кожу содрали. И снова станет известным. А потом привыкнут, что кожу не надо. К этому нельзя привыкнуть. Я не прав. К этому нельзя привыкнуть человеку. Понимаете? А мы сейчас пребываем в неком пограничном состоянии. Мы, я имею в виду наше общество. В котором все типы реакций, это уже реакции такие почти звериные. Вот что-нибудь поострее. Да, ещё какой-нибудь мокрухи. Эти эмоции, вот как лягушку колют, она дёргается, да, и сразу же опять засыпает. Это очень специальное состояние всего эмоционального аппарата, психики, души. Но эти реакции все носят дистрофический характер. Ветра нет, по бабам пойдём. Вера в то, что люди могут что-то изменить, осталась очень немногих. А как без этой веры выпускать гражданскую передачу? Ведь всё равно, вот ты показываешь эти ужасы, да, ты вызываешь какой-то рефлекс этого, неважно, сострадание или просто крика боли такой вот. Но когда мы зарплату платим людям, при которых они не могут воспроизвестись, не могут купить себе квартиру, завести семью, почему мы ноем, что у нас миллион людей в год становится меньше населения? Они что, будут на ковриках, как индусы, размножаться в 40-градусный мороз? Но мы не можем держать своё население не воспроизводящимся, а потом думать, почему нас презирают китайцы, почему нас презирают европейцы, почему нас презирают американцы. Я привожу вам только один пример. То же самое с образованием, с здравоохранением, с культурой, со смыслами, с будущим, с ощущением надежды, перспективы, с человеческой солидарностью. Общества нет. Потеряны все основы построения этого общества. Женя, а ты давно пьёшь? Да, давно. Сколько? Месяц. Ну, месяц. А до этого? Месяц назад начал пить? Да, месяц назад начал. А что у тебя случилось, что ты вдруг запил? Потому что... Как сказать-то? Сейчас скажу. У нас собаку убили. Ни за что. У нас убили собаку, мы не можем её найти. Хозяина не можем найти. Ну, а пить-то зачем? Собаку жалко? Конечно, собаку жалко. Полтора года. А себя не жалко? Нет. Не жалко? Нет. Он исподотеплился этот разговор. Ну, а тут на конференции... Да, уже тут. Уже он возник. На весь колонный зал. Да, на весь колонный зал. Безусловно. И ещё не раз, я думаю, он возникнет. Они не будут сдаваться. То есть, всё переводится как бы в спор именно научной дискуссии. А вдруг, да, он и нужен, этот методон. А вдруг нужен? А вдруг нужен... В своё время был нужен героин для лечения морфинизма. Ведь когда-то возникла идея, что нужен был морфин для лечения опийной зависимости. И вот так повторяется. Цикл за цикл. Всё по кругу ходит. Да. Отец Анатолий, в своё время именно вы добились запрещения Тормодол-Ретарда и его открытой продажи в России. Что было понятно нашим зрителям, дело давнее, но Тормодол-Ретард свободно продавался практически во всех аптеках Российской Федерации. Сколько мы передач тогда сделали на эту тему. И только за одно лето в Москве, поправьте меня, если я в цифрах ошибусь, появилось более 20 тысяч. Это был, по-моему, второй год, или даже 2003 год. Новых Трамаловых наркоманов. Более 20 тысяч. Я думаю больше, потому что в 2004 году каждый третий, приходящий к нам наркозависимый, принимал один из легальных лекарств, препаратов, содержащих наркотическое вещество. Мы не будем давать им рекламу. То есть покупал этот наркотик в Африке без рецептов? Совершенно свободно, без рецептов. Но вот в 2005 году уже 50% из 560 больных, принятых нами, сидели на легальных наркотиках. 50% Это сумма? Это величина?